Ну что, друзья, мы готовы вас знакомить с нашими следующими гостями. Это театр инородного юмора «Воробушек», который вообще меня не слушает. Да и ладно, в принципе, у нас сегодня такой немножко будет сюрреалистичный эфир. Немного сюра в ленту, что называется. Олег Свищ, Вячеслав Кедр, ну и Марк Куцевалов, знаменитый «Призрачный гонщик». Блин, значит, я... Так «Призрачный» или «Прозрачный»? Мы пытались узнать. А смотри, Марк Куцевалов, Роман Романовский. Вы сегодня «Призрачный» или «Прозрачный»? Сегодня? Ну, буквы никогда не меняются. Я люблю вашу творчество. Говорите, как Николас Кейдж. Окей, Николас Кейдж, с вами у нас в эфире. Ребята к нам приехали со спектаклем, называется он «Мир глазами воробушка». Воробушка, да. Из города Харьков. Из города Харьков. Комедийно-абсурдное шоу, заряжено и готово выстрелить потоком необычного... Это не мы писали уже. ...сюрреалистичного и ромашкового юмора. Хорошо, если бы вы написали, что бы вы сказали об этом спектакле? Вы написали, что мы приехали заработать кучу-кучу эмоций. Я думала, бабла, хотел сказать, вы не туда приехали. Нет, нет, мы едем завтра в Черноморск, там мы зарабатываем деньги. Кстати, Марку Цвалов из Черноморска. Вы не хотите к нам присесть? Нет, нет, я здесь стою. У нее просто уже... А вас нельзя, у вас микрофон держит, садитесь. Намоленное место, вы же с самого утра взяли ее оттуда и увели. Я вам без ветра отбудчик включу. Здравствуйте, спасибо. Итак, ребят, давайте расскажем о том, что сегодня будет происходить в Украинском театре. Сегодня будет «Мир глазами воробушка». Не ломайте дуйку. Спектакль «Мир глазами воробушка». Скоро декабрь, оставьте, пожалуйста. Где у вас нет розетки рабочих? Там будет участвовать 64 актера. А где остальные? Остальные не доехали. 61. А, 61. О, вы знаете эту историю? Да, да. О чем рассказывать? Так. И? Ну, спасибо за то, что пришли. Спасибо огромное. О чем спектакль все-таки? О жизни, о жизни. О жизни, что вы говорите? Там о братве, короче. Там четыре друга. Если там розетка отходит, вы не могли бы глянуть. Вы сейчас можете как будто фильм, а чтобы вы бежите. Так, там четыре друга. Дальше что еще? Четыре друга. Один из них приходит с армией. Мама его встречает. Дружья приезжают, кричат. Белый! Он выходит. И там убивают человека. И в конце становится очень богатым. Что делают остальные 60 актеров? Там бригады эти называются. Смотрим. Ну, они вместо зрителей, получается. Вместо зрителей? Ну, да. Ну, чтобы насыщение было в зале. Понятно. Чтобы была какая-то обстановка, да? Иллюзия аншлага, да. Хорошо. Видишь, что губами сказал, выключай. Холодно ли? Я мог включить на холодный режим, чтобы на единичку. 30 декабря. Марк, какая роль твоя в этом спектакле или в этом шоу? Для меня это остается сюрпризом. А, ты сих пор не знаешь. Он только сегодня... Стоит спросить рядом сидящего сценариста, что на этот раз он... Да, хорошо, что на этот раз он подготовил для Марка. Какой сюрприз. Скажите страницу. Пусть он узнает. Давайте страницу... Третья строчка снизу. 30 ноября, это сегодня в 7 вечера, в Украинский театр. 158, третья строчка снизу. Вы веселее немного, поверьте. Сниму какая? 50 нет. Отверженный. Отверганная. Третья строчка снизу. Ваш вопрос? Какая роль уготована сегодня вечером? Марку. Снизу. Это снизу, 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 да. Третья строчка. Марк Уцевалов будет играть в Дамогарова. Кто это? В книжке Гиго, отверженный. Он знал. Он, да. Он что-то знал, да. Здорово. Так, хорошо. В общем, как бы абсурд, я так понимаю, предполагается на сцене. Да нет, что ты, какой тут абсурд, все серьезно. Я вернусь на свое рабочее место. Вырезать постоянно, почему это? Контролированный хаос. Ну что, а может у вас есть вопрос для еще одного участника? А кто это? Это большая голова. Просто спросить. Это Марк Уцевалов. Это человек, которого вынесли из гримерки. Ладно, расскажите, как в Харькове, чем харьковские воробуски отличаются от одесских и что они? Чем мы рады спектакли импровизируем? Не, не, это про птиц. А про птиц, они более корыстные. У нас такие, у вас вялые такие, знаете, они такие отдыхают. У нас работает, работает. У нас релаксирующие воробушки. У нас заводов больше, да, на свободе. Да, 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 город рабочий. Как в Харькове выступили? Хорошо, послезавтра концерт. Выступить? Да, да. Как выступить в таком случае? Ну, как и сегодня, хорошо. Но без марков. Или ты поедешь с нами? Нет, я не поеду. Чего? Я не поеду, хочется... Зайду. Хочется побыть до Магаровы. Хочется, нет. Как раз... Не хочется. Да, от степениц, от этого мужичка. Потому что это все, да, мы заедем. Сколько можно. Ребят, вы подписали контракт и теперь вынуждены ездить по Украине. Я прошу прощения, а Жорик Дилиев смотрит эту передачу? Нет. А почему? Принципиально? Да. Он... Но вдруг, Жора, если ты вдруг неожиданно сейчас клацал канал и включил, приходи к нам, пожалуйста, в 7 вечера. Мы тебя уже зовем 3 года. Очень будем рады. Видимо, так как вы зовете, поэтому он не приходит. Он далеко живет. Да. Так, хорошо. Ребята, где выступали вообще вы? Где вы ездили с этим уже абсурдным шоу? Как проходили ваши выступления? Это премьера в Одессе. Киев. Ксюма Карпаты. Киев. Карпаты, да. Карпаты, да. В горах. В горах? Ну, да. В Болгарии. На УРА заходил? В Болгарии не очень. Какая реакция? Не бросали вас там, допустим? Болгарами? Не, нас бросали болгарами. Болгарами были. Угу. Бросали. У них есть какая-то... Болгарскими машинами. Ну, да. Машинами на болгарских номерах. Это, естественно, всем уж разозлил. А так, то, в принципе, болгарами просто. Я понял. Не, хорошо, да. Но самая была непонятная реакция в этом, где мы были. А египет можно? Нет. Египет? Нет, почему не знаю. Чё нельзя? Чё это всё нельзя? С Египтом дружим? Не, вообще-то хотел сказать... Вы девушка-цензура, да? Не, не подожди. Ну, где-то. После Одессы мы играли в Миргозаме Воробушку. Не в Египте было хорошо. Миргозаме Воробушку мы ещё играли под Одессой, как это называлось. Под Одессой? Не-не-не. Раздельная? А, Измаил. Измаил. А, Измаил. Господи, прости. Неплохо. Так, ребят, давайте теперь серьёзно в двух словах. Что там на спектакле? Что там в нём будет интересного? Зачем нам нужно идти в Украинский театр сегодня в 19.00? Что мы там увидим, в конце концов? Увидим комедию «Украинское положение». Положение. Хорошо. Что будет в этой комедии? Муж приходит домой. Там любовница. Любовница уходит. И в конце всё разрулит эта уборщица. И танец. Ну, если серьёзно, «Мир глазами воробушка». Наше первое шоу. Дитя наше первое. Вот прям нравится нам. Там прям вот всё очень абсурдно, очень сюрреалистично. Не убедили. Не, ну как... Вот знаешь, каждому своё. Какие у вас планы на вечер? Там не будет того, что будет напоминать вам о повседневной рутине. Вот ничего не будет. Вот прям можно будет прийти, окунуться и забыться вообще полностью. Кто придумал сценарий? Вы, наверное, да? Мы все придумали. Все придумали, разрабатывали. Сколько времени потратили на подготовку? 64 года. Интересно, а как происходят ваши творческие споры? Ну вот сейчас это... Это очень просто. Мы разбегаемся и всё разваливается театр. Поэтому мы решили не спорить вообще никогда. Да, просто... 360 лет. Это третье шоу за последние 360 лет. Почему за последние 360? Второе, второе. Ну, потому что мы не были 360 лет в Одессе раньше. Ясно. Ребят, куда идёте дальше? Сегодня, сейчас вы в утре. Куда вы дальше идёте гулять? По каналам? На Софийскую, 13-й. По радиостанциям? Нет, у нас... Халафель где-то скушаем. Халафель на вот этом, где дерево растет. Вообще, пойдём, наверное, уже искать декорации. А, ещё нам всегда деревья обрубили. Ну, костюмы, судя по всему, вы уже нашли. Не-не-не, это повсегневные. Это ваша одежда. Это, кстати, моё платье. Это тебе. Если вы помните, на Ольге Ермоленко позавчера было точно такое же платье. Я есть уверен. Я думаю, что она больше его не наденет. Я вам его подарю. Ты ещё кого растянул просто банально? Я не растянул, я просто стал меньше. А, вы стали меньше. Да, поэтому идём потом на радио. А вам же нельзя говорить, другие компании радио. Зачем это нужно? Да, я не утра. Идём на радио, где работает ваша бывшая ведущая. Мы так можем... Не будем называть это радио. Мы не будем называть Ольгу. Не, вообще будем декорации собирать. Мы просто ходим по городу, смотрим, а прикольно. Ветки нам нужны. Если у кого-то есть ветки хорошие, несите на Софийскую 13. Что ещё нужно? Шарики надумные. Шарики. Гелевые. Настоящий дом. Какой? Настоящий дом. Настоящий дом. Ага. Это к нам. Поэтому 30 ноября у кого есть настоящий дом, в 7 вечера сегодня получается 30 ноября. Если вы хотите увидеть Марка живого... Слушайте, бывают другие варианты какие-то? Марк не живой, допустим. Ну, были варианты, да. Были такие, да? Не-не, ну, было не было. Но он же как бы перевоплощается, у него 7 жизней. Угу. Он же класс. Угу. Так, хорошо, ребят. Ну, в принципе, круто. Какие у вас, в принципе, планы там, творческие? Еще через 360 лет заедете. А у вас очень много свободновременный. Ну, знаете, ну, как бы... Или пока не было таких каких-то определенных... Мы хотим поехать на фестиваль в этот... В Гренландии проходит самый гениальный театральный фестиваль, и тут мы начали найти Буш. И мы хотим выиграть, и что... В Генландии? Ну, да. А. Да какая разница, кто будет проверять? Ну, да. В Шотландии проходит фестиваль театрального искусства, и Майти и Буш приехали тоже с коробками, когда-то картонными, и выиграли, и все у них пошло хорошо. И до сих пор никто не знает, кто это. Это вы не знаете, кто это, потому что надо знать комедию и абсурд в этой стране. Майти и Буш. Ну, они из Англии, ну ничего страшного. Да. Есть два великие комик-группы. Майти и Буш, Маски Шоу и Монти Пайтон. И Шоу Духоновский. И все остальное это... Это как его... Два капитана. Ну, а теперь давайте поменяемся платьями. Давайте. Это же как на футбольном поле. После эфира вы же знаете, да? Мужчина хочет. Обмен футболками, да, происходит. Хорошо, ребят, в общем, еще раз напоминаю нашим телезрителям, 30 ноября, то есть сегодня в Украинском театре состоится спектакль или комедийное абсурдное шоу «Мир глазами воробушков». Смотрите, цель же всего этого разговора была, чтобы люди захотели пойти, да? Да. Ну, я думаю, что они захотели, они уже там стоят, уже выстроились в очереди. Так это же не Райкин приехал, это же другой. Тогда надо попросить. Пожалуйста, приходите. Можете навести зум вот так вот на меня? Нет такого. Это есть мне. Нет, я вижу. Можете порчу навести в зуму. Нет, уберите, уберите. Пожалуйста, я вас очень прошу, приходите. Мы очень хотим вас видеть. Как будто в сервере заснули. Так и было. Пожалуйста, зрители, приходите. Вы доплачиваете на входе? 19.00, а? Кому? Доплачиваем слезами. Пожалуйста. Все? Театр народного юмора воробушек сегодня был у нас в гостях. Марк Куцевалов, Олег Свиш и Вячеслав Кедр. Желаем вам удачи, ребята. Как ни пуха, ни пера, да? Надеемся, что мы тоже придем к вам в гости, посмотрим на ваш шедевр. Да. Мы движемся дальше, и сейчас у нас... Немного попутешествуем и отправимся в Майами.